я стою и думаю вообще доеду ли я а еду я на пляж где можно позагорать без одежды такая вот жизнь у нас в испании полная сиеста тут уже побахло я вообще в таком бахере просто ну да ну нафиг все я сюда больше всего все пасть мне всем здравствуйте мои дорогие друзья сегодня у меня супер испытание в испании у вашего любимого блогера феликса это доехать на пляж видите даже на мурочек уже напялил сду автобусом на мурочках только можно в общественном транспорте за денежку держу ой наш там какая-то есть аппликация где можно посмотреть как можно доехать ну вот если вот честно если ты подойдешь к остановке вот как например сейчас стою на остановке я не знаю здесь надо родиться чтобы просто куда-то уехать хотя бы даже одну остановку вот реально хотя бы узнать вот как эта остановка называется хорошо чтобы аппликации там просто показали стрелочками куда надо дойти потому что ты просто тупо не понимаешь где ты находишься а уже просто да в аппликации название остановок они одни пытался найти эти остановки здесь бесполезно без результат на хорошем я стою и думаю вообще доеду ли я а еду я на пляж где можно позагорать без одежды вы знаете что я люблю загорать полностью мне нравится все эти полоски блин вырубает в риге-то он доехал давайте кафе все и ложись себе а здесь я не могу туда три часа идти ну реально туда три часа идти пешком не ну слушайте внутри что туда три часа обратно я конечно спортсмен сонок я чуть не очень как-то хочу где автобус должен должен прийти но не приходит наморднички я уже снял обычно говорят что надо подождать минут 10-15 как бы 8 уже прошло и не знаю удастся ли мне сегодня обнажить свою пятую точку на этом пляже походу что какой-то лохотрон с этими расписаниями как-то так как-то так нету нету автобусе к как бы всем спасибо за внимание все свободны на сегодня на автобуса нет я подождал еще пятнадцать минут так как там все равно две пересадки то даже если бы он приехал туда то если бы тот не опоздал то я бы уже не успел он просто не пришел поэтому принципе чего напрягаться правда ну что сделать не позагорать мне сегодня такая вот жизнь у нас в испании полная сиеста короче сегодня точно не мой день я поперся в город и там сел на автобус по расписанию которая идет на этот мой пляж и что вы думаете я на его сел тут просто это водитель за намордник намордница если водитель намордник начинать надевать намордники я сел по расписанию все и она такая привезла меня там как бы такое санта маргарита центр и как бы там по расписанию написано что вот он приезжает и ты дальше едешь в этот алкадесе и что вы думаете мы приехали из этого санта маргарита я говорю о алкадесе говорит через два часа я вообще в таком бахере просто думал какие два часа ты че а сейчас это ну да два часа еще надо было бы ждать это просто такая жесть и вообще все как понимать эти расписание ахтун просто настоящий что еду обратно в ля линею просто так вот проехался знаете туда-сюда туда-сюда посидел немножко в автобусе думал что я уже приперся так приперся смотрю море видно думаю это тот же пляж где я был в прошлый раз ну ладно значит можно пройтись обратно уж точно дойду знаю как не терять же время раз уже вы решил выбираться так решил выбираться хотя знаете может сейчас подумаю еще и туда дойду блин если я туда дойду эту обратно я уже не знаю только ночью вернусь наверно в ля линеюшку блин какой тут транспорт это просто жесть конечно вообще непонятнее расписание ни хера не ходит вот называется европа страна в евросоюзе тоже сколько больше чем все по моему всем все похер вообще ничего не работает машинку машинку велосипедик надо надо поехал мой автобус он обратно в ля линею короче здесь тут уже такие виллы снимаю вам немножко контентика а то вы все смотрите на эту нищебродскую ля линею тут уже видите так поприличнее кстати меня вот так и только что остановили знакомые они ехали с пляжа говорят ой там так плохо там так винди ветрено и и вода леденющая холодная я говорю ну тогда сегодня просто чудесный день все прямо сбылось для меня посмотрите тут уже приличненько хотя говняшки тут валяются хотя видите там вон знак такой подбери за собачкой английскую речь вышел здесь много сейчас ну англики конечно поднимут за собой знаете но тут уже вот видите санта маргарита тут уже такое тут уже баба как вам санта маргарита уже поприятнее выглядит мои любимые подписчики комментаторы сюда уже можно переезжать правда надо посмотреть если надо сделать обзор обзор недвижки зелень так поприятнее выглядит мне скажите ну вот видите вот это вот закрытость опять-таки в общем я говорил уже в предыдущем каком-то своем видео высокий забор да то есть такой вот недоступность такая непросматриваемость закрытость от чужих глаз я это не приветствую то есть я больше за как когда они там например швеция без заборов то вообще нету забор вообще можешь пройти то есть в швеции есть закон что любой человек неважно на чей он там территории он может на одну ночь даже остаться там разбить себе палатку я считаю что это правильно кому бы не принадлежала это там земля либо ну окей там в дом не надо идти ну вот так вот такая вот она жизнь моя жизнь моя в испании вообще надо доверять людям которые говорят что если на пляже плохо то вам реально плохо я ухожу короче конечно кто бы мог подумать то скажу это что хочу свалить с испанского пляжа блин на наш балтийский такая жесть вообще просто а люди там вообще ну а что англики так у себя купили к путевке и вот такой вот пляж у тебя нет выбора да ну нафиг все я сюда больше всего это все хватит мне покупаю шезлон на террасу на максимум сейчас два часа пиздори до дому я всегда на позитиве прогулка хорошо для здоровья а Продолжение следует...